Добрый день господа телезрители! Мы сегодня едем в сторону Дамаска. До самого Дамаска мы естественно не доедем, то есть в Сирии идут боевые действия. И мы как-то решили в этот раз туда не ездить. Но Бальбек. Мы сейчас едем в Бальбек по трассе, которая все равно ведет в Дамаск. Вот такие вот непонятные формы церквушки. Это Моробицкая, да? Это Моробицкая. Вот это мечеть очень такая симпатичненькая впереди. Мы сейчас идем в горы, и у меня даже вот уже уши начало закладывать. Архитектура мечети очень интересная. Идивительные просто. То есть это гостиницы 50-х годов, да? Да, но они сейчас есть и те, которые в следующих порах открыли. Так, вот это у нас в 50-х, 60-х годах как раз здесь останавливались туристы. До войны здесь считалась самая, как бы, престижная туристическая зона, потому что здесь же в горах климат был более мягкий, чем побережье. Не было так влажно и не было так жарко. Но сейчас районы, скажем так, немножечко потеряли свой былой престиж и лоск. Вот одна из старых гостиниц вот тех самых 50-х, 60-х годов, когда здесь был развит туристический сезон, и вообще вот эта зона была зоной курорта. Вот, я специально сейчас показываю остатки былой роскоши. Вот, ну, в принципе, вот можно приехать, да, и купить вот этот домик, вот, с этими вот уже замусоренными ступеньками, с прекрасными колоннами с видом на оживленную трассу, ведущую на Дамаск. Знаете, как ты, вот, мой муж, его стопжал материалы, с итальянцами строили этот промежуток? Да, понятно. Вот этот промежуток дороги строил Котянин муж, вот. Ну, не лично, да. Ну, поставлял, да, строил материалы. Вот, это мы едем по Дамаскому хайвею. Вот здесь появилась какая-то разметочка. Вот, до этого разметки не было вообще никакой, ехали все как хотели. Вот, вообще, в Ливане, я так понял, разметка, это вещь весьма такая намекающая, что как бы здесь дорога. Вот тут еле заметная такая двойная-сплошная. Вот, сейчас постараюсь найти автомобиль, который идет прямо по ней, без зазрения совести. В России это лечет автоматическое вообще решение прав. По-моему, сейчас и мы едем по сплошной двойной. Да, точно. Вот, видите, идет по сплошной двойной. Так, впереди контрольно-пропускной пункт. Вот, это, видимо, вот и есть официальная географическая точка перевала. Я снимать прекращаю. Вот, продолжим после перевала. Вот, долина пика прямо в молоке вся, в тумане. Дорога вьется, вот спускается по горам. Я бы не сказал, что из Серпантин строится новый мост. Какая конструкция интересная. Очень красивая. Вот, наверное, это какой-нибудь стратегически важный пункт, где стоит армейская часть. Его охраняют со всех сторон. Сзади мы проехали зенитные орудия, стоят направленные на юг. Вот, вот долина пика все ближе и ближе. Прямо молочко, тут полицейские машины едут. Это, видимо, какое-то правительство куда-то везут. Рекламный щит, как интересно, на скале установлены. Может быть, даже он нам предлагает кока-колу. А может, и нет. А, нет. То, что для магазина. Оружование для магазина. Вот обогнал через сплошную двойную по встречке шурует товарищ. Вот второй пошел через двойную сплошную по встречке обгоняет. Очень веселое здесь дорожное движение. Оно мне нравится. Я думаю, что все-таки надо приезжать в Ливан. Принимать опыт. Надо, надо, надо. Точнее, как в Крыму скала-грокодил. Похоже. Вот мы ее объезжаем. Впереди все еще долина пика. Все еще в молоке. Утренний туман еще не поднялся из долины. Солнце яркое. Погода прекрасная. Водитель. Просто нет слов. Какой чудесный. Особенно мне понравилось, как через сплошную двойную по встречке. Это впечатлило. Уважайте. Сегодняшний день у нас получился. Такие ракеты, да? Ага. Двойной такой минарет. Двойной минарет. Вот одна башенка, вторая башенка. Такая красивая. Да, да, да. И строительство идет, и торговля идет. И люди в традиционной ходе. Вот. А мы двигаемся на юг. Это населенный пункт Мекши. Свернули мы с основной трассы. И сейчас Татьяна хочет нам показать что? Винодельческое хозяйство. Винодельческое хозяйство. Так, вот пошла вся местная экзотика. Значит, населенный пункт Мекши все еще. Мы все еще едем на юг. Везде идет строительство. Все перекопано, раскопано. Вот. Ну, люди работают, работают люди. Строительство идет в мечети. Вот у Минарет. Вот. Типа... Ну, может быть, бывает и такое, это вот бананы висели. Вот смотрите, тележка, продают бананы. Вот висят бананы высоко. Достать бананы нелегко. Вот, продают бананы. Горы куда-то, дорога уходит на север. Вот, судя по башенкам, они там в Винодельческое хозяйство. Здесь тоже какое-то, но сейчас мы проехали. Потому что похоже по башням. Виноградники. Вот я сейчас снимаю виноградники. Мы едем, как сказала нам Татьяна, в Винодельческое хозяйство Тифрая. Одно из самых древних в Ливане. Ну и, наверное, имеющих самые-самые секретные технологии. Поэтому вино должно быть самым вкусным. Мы это проверим. Знак дорожной работы. Были-были, да. Вот опять симпатичная такая мечеть в долине Бека. Вот это цыганское поселение, оказывается, у нас. Вот мы сейчас проезжаем. Вот, то есть здесь тоже есть цыгане. Вот они тут живут. Это их поселение было. Есть люди, у которых здесь собственные поместья большие. Ну, сами мой мальчик. И мой отец имел собственные виноградники, собственные земли. Они хранили какие-то горные косты. Он их просто родил вольерам. Суслики к животным, кроликам, сусликам, козочек. Вот где-то так. Вот это черное, это стадо косты. Вот мы сейчас уже едем по долине Бека. Приближаемся к Кефрае. Кефрае. Ну, вот это и есть долина Бека. Та самая, из которых шли сводки военных действий. Да, из которых шли сводки военных действий. Но пока ни одного танка я здесь не заметил. Ты не знаешь, что их здесь нет. Это я их не заметил. Вот там, в горах, похоже на некое такое частное хозяйство. Вот виноградники те самые уфтиланские, да? Как они, интересно, растут. Они растут не как крыло, в общем, в кусту, а только вверх куста, и делается что-то типа решеточки, и по ним стелится виноград. Это бензозаправочка и местный автосервис. Вот мы куда-то выбираем. Еще более красивые места. Приближаемся к беннетенческому заводу. Симпатичная рощица. Пока непонятно в тех деревьях. Это сосны. Вот сосновая роща. Там очень красивые вот такие потерянные дырки. Но до сих пор нам появятся мины. А, мины. Вот до сих пор заминировали. А кто минировал? В военной войне минировали. А, эти же и минировали, да? А вот овощной рынок у нас. Мы проезжаем. Сзади нам сигналят алло. Паре. И мы уходим на... Ухер. У нас осталось 4 минуты в доточечной разношениях. Вот мы снимаем вывеску, написанную «Шатоки Фрае». И мы, собственно, с мигурой прямо на этот самый джеродический диамет. Я вот с вами. Едем дальше. Это наш гид-гид-гид-бригад. Вот. Предвещение. Да, в предвещении выпивки. Нас везут. Нас. Я не понял, а что они хотят пускать. Ха-ха-ха. Итак, мы посетили прекрасный винзавод. И продолжаем двигаться по долине Бека. Сейчас мы едем строго на север практически. Вот. До развилочки. И, собственно, нам... Наш путь все еще не закончился. Мы, напоминаю, едем в город Пальпик. Еще раз долина Бека. Да. Навстречу едут какие-то армейские автомобили. По направлению к оккупированной Палестине. Вот. Мы, значит, продолжаем двигаться от оккупированной Палестины. Вот. С одной стороны горы. Вот она сама долина Бека. Сейчас костики закончатся. Вот она долина Бека. И вдалеке видны горы с другой стороны. То есть... Вот сейчас видны горы с запада, да? Значит, здесь... Нет, с востока. Врус, с востока. Это Монт-Лимон. А это Монт-Лимон. А это Монт-Лимон. А это Монт-Лимон. Ага. Это антилиманские горы. Вот. А вот это Лиманские горы. И благодаря тому, что вот эти две цепи здесь существуют, практически здесь особый микроклимат в этой стране. То есть вот эти дуновения из пустыни, которые приходят отсюда Саровейского полуострова, они там тормозятся между двумя горными цепями и в таком количестве не поражают. Так, ну что, вот такие жилые районы, сельский город, Микши. Вот. Вот. Еще такое. Солнечное, теплое, сухой воздух. Вот. Люди, миролюбивые, розочку Татьяне подарили. Вот розочка, да, вон она вот. Просто. Маленькие рай на земле с большими автобусами, тракторами и грузовиками. Так, вот я говорил про вот этот минарет. Красивый и обычный аромат. Восточный город, современный, впереди старенький Мерседесик. Мне вот такие автобусики местные нравятся, они такие все разрисованные, необычные. Больше грузные. Так, навигатор нас свернул на какую-то вообще непонятную дорогу, не то чтобы нас отнапрягло, но интерес вызвало. Впереди нас ждет Интернешнл Хайвей Тудамаск, а здесь небольшая перепробочка перед выездом на этот самый Хайвей. Вот. Очень все красиво сделано. Вот стоит солдатик, охраняет Хайвей. Вот. Мне никто не верит, что это гид по Ливану номер один. Вот. Нет, уже даже вот нас встречают в других городах Ливана и ставят даже специальный номерок. Вот. 0-1. Это супер. Это первый номер. Это номер УНО. Вот. Гид по Ливану. Так. Какая такая интересная, выделяющаяся такая линия связи, такая на металлических столбах. Чем-то напоминает телеграф Лондон-Дели, который через Крем вели в середине 19 века. Мы опять проехали очередной годпост. Страна живет в бодром боевом настроении. Вот. И продолжаем двигаться на... уже на северо... восток. Нет, да. На северо-восток мы едем сейчас, да. Впереди опять какой-то блок-пост. Такая арка интересная. За днами. Ну вот, мы доехали до Баальбека. Внизу вот эти домики, это город Баальбек. Справа это горы Антеливан. Вот. Такая уютная аллейка, солнечный день. Вообще все прекрасно. В настоящее время мы находимся на разломках мироздания. Вот. Развалинах мироздания. Если видите, да. Пока себе, если я за его. Древнеримские какие-то колонны, какие-то свалины, куски от старых храмов. Вот. Что вы говорите там сидели? Ну, мы пошли строить женихица. В ремно-римской или греко-римской. Греко-римской. Тут были какие-то очаги, вот, сакральные действия. Сюда приходили к паломникам. И вот на достаточно высокой, высокая доска, в высоте, создали свои трудовые, даже кровавые. Дети. Помогу. Ну, что вы говорите, здесь был бассейн, что-то типа жертвенное. Алтарь. Нет. Нет. Вот камни выделены и ниши. Видимо, здесь стали скульптуры богов. Вот. Вообще-то некая такая алтарная площадь. Вот посредине стоит гранитная колонна. Скорее всего, опять это гранит Ропатеви, хотя она более серая, чем другие. Может быть, и сердобольский гранит, ну, что-то типа сердобольского. Вот. Вот посредине здесь стоят какие-то подземные сооружения, может быть, для сливания воды. Вот. И вот огромные-огромные территории. Вот наш главный кит-политов. Буквально два слова до окончания. Да. Мужик. Да. Да. Так, вот на камне какая-то римская отопись. Дальше сейчас не будем пытаться ее прочесть. А вы видите, что она так есть. К сожалению, одна из самых красивейших построек сейчас в лесах. Вот. Но, тем не менее, вот видна одна из сторон храма. Видны горы Антеливан. То есть, я сейчас стою спиной к юду, лицом к северу. Вот. А это, я так понял, мусорные пакеты для бахил. Храм. Может быть, храм Венеры. Может быть, другой. В интернете вечером поглядим. Вот это вот двор перед ним. Мы стоим вот такой, на большой ступеньке, на большом возвышении. И внизу двор, вот вход еще. А что? Вот наш главный кит-политов. Что вы нам хотите сказать про храм Венеры? Сколько здесь не построят? Какой-то, как я уйду здесь. Может быть, какой-то, как я уйду. Какая-то, как я уйду. Понятно. То есть, лесная лапка. Короче, сижу я здесь на обломках самовластия. Вот. Обозреваю крестности. И что я вокруг вижу. Древние какие-то храмы. Вот. Колонны разрушенные. Колонны разрушенные. Это где-то примерно в XVIII-XV веке, да? Или еще раньше. Нет, разрушенные. Куда это еще? Первое тысячелетие. До сих пор, вот как все раскидали, так собрали. Город Келлиополис, который сейчас находится в городе Бальби. Огромный ритуальный комплекс, который мы сейчас посетили, был разрушен, к сожалению, во второй половине первого тысячелетия. Реконструкция идет, реставрация идет, но, к сожалению, очень недавно. Но, конечно, постройки впечатляющие. Впечатляющие постройки. Ну и вот границы, как всегда, мы любимые, пропагием, вот это. Вот это. Внесемся на юг. Навстречу заходящему солнцу, которое сейчас светит прямо посередине над долиной века. Слева от нас анти-ливанские горы, справа от нас ливанские горы. Нам весело, у нас драйв. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах Вот у нас Ливанские горы Солнце садится Более красиво виден рельеф Вот и новогодняя идёлка Как хотите это, так и понимаете Так, садится солнце Мы возвращаемся в Берут Сейчас мы из долины Бека Поднимаемся к перевалу К перевалу Ливанских гор Вот солнышко, раз то появляется То садится Сейчас вот мы Перевал, когда минуем Солнце всё время будет нам светить В лицо Но до сих пор Не перестаю удивляться Системе вождения Вот мы сейчас идём по сплошной двойной Выходим на встречку Обгоняем друг друга Вот с той стороны пошло то же самое Такая же движуха Вот сейчас никого нету Мы выходим на сплошную двойную Вот, главное в отбойничек вписаться Вот, и вот здесь такое смешное движение Мы миновали перевал На перевале стоял блок-пост Поэтому мы там не снимали Но вот как только мы миновали перевал Мы попали в облачность И я так понял Над Берутом идёт дождик В долине Бека было солнечно То есть мгновенно погода изменилась Вот видите, какие облака Мгновенно попали вообще В другую реальность Вот, поэтому, наверное, сейчас Если будет дождик, надо будет тихоньку ранней Вот, хотя наш водитель Супер профессионал Супер профессионал Посмотрите, как я вижу Видите, просто ночь начинается Мы, видимо, входим в грозовое облако Может, вернёмся пока не поздно В долину Бека Поворачивай, что ли? Ну, давайте Что, а что делать? В вернодельческий совхоз приедем Здравствуйте, нас приглашали в гости Мы приехали Да, такое молоко Прямо туман уже Аж таким Мы сейчас волну-то просто Не жираем Езжаем Это вот тут и не туманчик Который утром я сгибал Волота Так, вот он поднялся, наверное Просто как на китайских гравюрах Вершины гор в облаках Там оттекут облака Над корами Над вершинами И это тоже Ливан Заметьте Так Мы вышли Из этого облака Впустились вниз И всё нормально В итоге конец У нас летит солнышко И это будет широкий И мы опустимся Тем, чем ветер будет Возьмем Вот как примерность Перед нами гора Над ней облака Видим Мы уже как-то Видея ситуация Сейчас поспускаемся И небо проясняется И вообще Очень хороший Хайвей До Мазда Время Субтитры